Источник в ДВФУ готовится к возможной встрече Путина и Ким Чен Ина. Источник в ДВФУ готовится к возможной встрече Путина и Ким Чен Ина. 9.52 РИА Новости, Виталий Яньков, здание Дальневосточного Федерального Университета, ДВФУ. РИА Новости, Виталий Яньков, здание Дальневосточного Федерального Университета, ДВФУ. Архивное фото Владивосток, 17 апреля Новости. Один из корпусов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке закрывают, предположительно, для подготовки ко встрече лидеров РФ и КНДР. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ина может пройти в корпусе С. Спортивный, ДВФУ. В среду на стойке КОПИ-центра в этом корпусе появилась табличка с текстом, в связи с приездом Ким Чен Ина КОПИ-центр закрывают с 17 до 24 апреля. Проявите солидарность, печатайте в корпусе В. 21 марта, 11.15 эксперт прокомментировал возможность визита Ким Чен Ина в Россию. Южнокорейские СМИ пишут, что Ким Чен Иун может посетить РФ на фоне безрезультатного саммита с США. Директор института Хоши Мина Владимир Колотов в эфире радио «Спортник» прокомментировал публикацию. Кроме того, у главного спортивного зала появилась табличка с 17 по 30 апреля по техническим причинам зал закрыт. Как сообщил РИА Новости сотрудник университета, здание действительно закрывают в рамках подготовки визита лидеров двух стран. Скорее всего, закроют все в корпусе, готовятся к приезду Путина и встречи с Ким Чен Ином. Сказал собеседник агентства. Другой сотрудник ВУЗа также подтвердил данную информацию. При этом администратор корпуса С сообщил РИА Новости, что здание закрывается во второй половине дня в среду, но не назвал причину. 2 апреля, 17.30. Россия будет сотрудничать с КНДР в незатронутых санкциями сферах. Во сколько закрывается корпус, я вам точно не скажу, но после обеда, насколько мне известно. Я вам не могу ответить на вопрос о причине закрытия примечания редакторов, сказал администратор. Студенты рассказывают, что после обеда они будут заниматься на стадионе на улице. Рабочие в корпусе передвигают мебель. Пресс-служба не подтверждает, но и не опровергает эту информацию, сообщил РИА Новости. Представитель пресс-службы ВУЗа в ответ на просьбу подтвердить подготовку корпуса С к возможной встрече Путина и Ким Чен Ийна. Собеседник агентства также добавил, что безопасность сотрудников, студентов и гостей кампуса обеспечивается в штатном режиме. Причин для усиления мер по обеспечению безопасности для находящихся в кампусе людей на данный момент нет, сказал он. В среду сообщалось, что 23 апреля пассажирский самолет вне обычного расписания прилетает из Пхеньяна во Владивосток. Южнокорейский телеканал КБС сообщил, что на этом рейсе, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ийна для подготовки встречи лидеров КНДР и УРФ. 26 февраля, 13.09. Патрушев назвал предпосылку для установления мира на корейском полуострове. Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Ким Чен Ийна готовится, но пока конкретики по дате и месту ее проведения нет. Южнокорейское агентство Ренхаб со ссылкой на неназванные источники в Москве сообщило, что визит лидера КНДР в Россию может состояться на следующей неделе. Источники агентства утверждают, что встреча лидеров двух стран может пройти 24 апреля, когда российский президент будет находиться на Дальнем Востоке. В начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о встрече Путина и Ким Чен Ийна, заявил, что российская сторона делала конкретные предложения по срокам, но этот вопрос остается в стадии проработки. По его словам, несколько сроков обсуждается, были и сроки, которые уже прошли. Он также сообщал, что пока согласовываются параметры, место и время встречи.